Здравствуйте! Снова мы встретились с Сергеем и, наверное, чем-то попробуем поделиться с вами. Владимир, а у вас, кстати, с 30-й юбилейной выставкой «Арсенал». Между прочим, это юбилейная. Да, но я здесь дебютирую. Ну, такой возраст. Тогда 30-й мы открутим. В 65-м году дебютировать все нормально. Никогда не поздно, в общем, дебютируют. Да, ну какие наши годы. Ну что, акцент... Всем приехали, да, с каким, так сказать... Акцент сделаем на топоры, но начнем с новинки этого месяца. Этот нож, он пойдет под индексом, как был в каталоге. N1+, этот нож... N1+, он заменит вот этот нож. Вот какая между ними разница, если выцените. Здесь, здесь, ну, считаю, что по функционалке он процентов на 40, будет более функциональный и эргономический, чем его предшественник. Так это высокий процент? 40%? Я считаю, что функционалке на 40%, да. Вот этот нож, вот этот нож, он будет процент на 40 функциональный. Я спросил у своего товарища, Нагаева Алексея Ивановича, понимает ножа, как вот, значит, майор в отставке воды, значит, охотник, конкретный охотник. Ну, когда заготовку держали в руках, как бы вопросы были. А когда уже готовое изделие, ну, как бы, сделал шажок вперед, это не шажок, это прыжок. Вот, конкретно по эргономике у него, ну, процентов на 40, он этот нож эргономичнее. Ну, поверьте, старому по полгонатому, ну, бригаде, значит, вот. Будет N1+, вместо этого этот с производства будет снято. Так, вот же большая новость. А по цене, кстати? По цене пока дебютный 8, потом к 7 вернусь. Ну, на 40 процентов не дороже стал? Нет, нет, нет. Это радует. Вот же затраты те же, но умнее он стал, эргономичнее. Так, ну, теперь давайте про топоры. Начнем мы с самого маленького. С легкомыслия начнем, да. Зачем нужен вообще топор, да, и кому он вообще нужен? Так, у меня топоры идут по рабочей поверхности, ОТК. ОТК – это мое клеймо. Охотничий топор Курчанова. Это ОТК-95. 95 – рабочая длина по периметру, рабочая поверхность. И этот топор конкретно, он в трех вариантах топорища, это самое длинное, если короткое, среднее, в наличии А. Есть еще длиннее. Такой и еще. Вот, есть еще длиннее. Этот пятерка, этот шестерка, более такой ломовой. Назначение этого топора, сейчас, извините. Назначение этого топора, это, в основном, как бы лесоповальный топор. По силе удара, по силе удара, он на 15 мм выступает больше, чем вот основные топоры. И уже, и в точку, удар в точку. Самый сильный именно у этой модели. Но это лесорубный, но можно и тушью разрубить, и все. Ну, сила удара от скорости зависит. Это 5-мм топор, значит. Дальше. Идет по размеру клинка, по размеру клинка, значит. Идет ОТК-115. Это конкретно охотничь такой, со шкуродером. Вот, смотрите. По классификации большой разделочный нож. 110 мм длина клинка. Здесь 115. Выпуклая поверхность, выпуклая поверхность. Вот точка приложения силы. Вот, представляете, я им шкурю. Снимаю шкуру. Усилий прикладываешь меньше, чем ножом. Шкуродер, это не бутапорья. Таким топориком, но здесь тяжелый клинок, 6-мм. Можно ошкурить зверя, выпутрошить не шкуродером. Тем можно шкуродером. Здесь нет. Тут 33 способа. Такой вскрыть. Грубо это секундное дело, значит. И можно разрубить на пайке без колодки. Он рубит за счет скорости и формы. Вот, летает. За счет формы. Надо вдоль позвоночника, как дисплей пилой пройдут. Ноги с этой заточкой рубить нельзя. Шею, таз, ребра, позвоночник. Все это как по маслу пройдет. Это ОТК-115. Дальше по размеру опутничек идет ОТК-140. Рабочая поверхность 140 мм. Здесь 2,7 немного. Он больше, но легче намного. Значит, им тоже, вот как шкурица, по эргономике удобнее, чем ножом. Хотя, первый, кто видит, там смех вызывает. Ну, смейтесь. Вот с вами тот же шкуродер. Не бутафория. Значит. Потом идет топор. Другой, это охотник. Вот этот топор, как бы, им тоже как охотник. Я сейчас езжу на охоту. Я беру шкуродер и беру такой топор. Им можно. А шкурить зверя, видите, как монетка, это даже более удобно шкурить. Тоже срубить дерево, срубить дерево, обвалить мясом, разрубить напайки. Тоже за счет скорости и формы. Но этот топор еще боевой. Но вообще топор не является оружием по закону. Ну, им смотрите, если стали живут, живут, можно как бриточкой, как кастетом дарить. Даже не расчепленный, даже не расчепленный. Но чепленный надежный, проклеенный, проклетный. Кожа жесткая. Даже не расчепленный топор, хоть об ушел, очень ложится, Но кто понимает, все поймут, что затылок, горло, висок даже, отец, печеный, ну, здесь, семя, висок, затылок, и так все, пока, смекло. А у вас прям вот эта форма тоже ваша авторская, да? Вот здесь все, для чехла, для топора, да? Все, все, уже таких не видел, да? Все авторская. Носится эти топоры, топлепки, топоры. Носится, но чехол еще раз вы, надежно проклеены, проклепан. Носится топоры, вот, за пояс, за пояс, но здесь по балансу. Вся масса в клинке, даже у легкого. Он как камень, топорище до минимума, я бы ушел до минимума. Вот за пояс, за пояс, вот, вот. Он компактный, не мешает, идешь даже пробуешь, на месте ли он. Расчехляется легко. Но чехол, если сняли, надо ложить в карман, отдыха подальше. Зачехляется тоже легко. Этот топор еще летает. Можно метать с клинка, я его не метать. И можно метать с обушка. Но специалисты оценили. Метает он хорошо. Так, дальше. Это у нас 150-й, без шкурадера. Дальше идет топор 125-й. Вот в каком исполнении есть. И есть, если по хозяйству, по хозяйству, то лучше с таким топорищем. И можно и тушу разрубить, и поплотник, и дерево срубить. Вот это 125-й топор. Значит, идет 125-й. Ну, это уже такой переход на тушу, да? Тушу не занялся. Да, так и эти можно не будет тушу. Без колодки, скорость не уборщик. Но эта реформа позволяет. Так, дальше у нас идет 180-й. 180-й. Это уже, как бы, такой средний делитель. На колодке, на колодке. Но, опять-таки, тот же баланс, тот же баланс. 6,2 мм толщина, 180 мм рабочая поверхность. Это уже как делитель серьезный. Значит. 180-й. Вот тоже вот так, вот прямой стоит. Здесь еще есть велики руки. 855-й велики руки, юбилейный был. Значит, уже 855 будет в году. Так, это сделано на новосилке. Здесь, вроде бы, здесь. Это 180-й. Дальше идет 270-й. Три варианта топорища. Длинная, средняя, короткая. Здесь рабочая поверхность 270 мм. Это уже делитель поконкретнее. Этим топором не надо. Есть такой русский экстрим. Значит, где-то зверь добыт. Где-то в деревне собрались. Какая-нибудь колодка. Какой-нибудь топор. Плохо насаженный, невыточный. Один рубит кости, дробит. По сторонам летят. А второй стоит напротив смертник. С ножом, чтобы перерезать. Но, не дорезать. Этим не надо дорезать. Этим все конкретно. 270-й. Рабочая поверхность. Конкретно нержавеющая всталь. Это не минус в работе. Вот я говорю, три варианта топорища в наличии. Есть еще вариант. Дальше. Еще раз показать три варианта. Я просто сейчас... Вот. Первый вариант. Длинная, средняя. Это самый короткий. Ага. Перхоти помогает от головной боли. Ну, такое вот занятие, такое крукопчение, шутки такие. Типа уже по трубе на голове не жалко, да? Когда перхоть на волосах. Ну, что хочу сказать. Я не садист. Если не дай бог, что-то быстро и не больно. Ну, какое вот занятие, такое крукопчение, шутки такие. Вот это 340 миллиметров. Конкретно. Не игрушка. Ну, это рабочий инструмент. Все. Ну, вот, ребята, ну, вот в таком исполнении, 340-й, тоже. Значит, было я не одену. 340-й. Сломали здесь топорище. Я говорю, как? Я, говорю, на колодке рубил. Вот это тоже 340, только топорище другой буквой. Это самое. Как? Я говорю, рубил на колодке, я пробовал перед тем дать. Это самое. А мы, говорит, лосю с одного раза отрубали лежачим из колодки. Отрубали голову. Ребята спортивные. Топорище сломалось. Ну, что это рубит? По КПД, по КПД, если взять тяпку такого веса, тяпку такого веса, ну, точно так, ну, в лесу вес имеет значение. Ну, это не для ходовых охотов, но для ходовых охотов маленький. Значит, то по КПД, по КПД, это минимум на 30-40% будет, ну, если брать массу или силу удара и частоту. Вот, это будет гораздо выше. Вот. Ну, давайте раз уж на пару, прошли все, от маленького до большого. А вот этот, который вот висит маленький, вот этот? А это тоже 180-е, 180-е, который я попал. Что у него дизайн интересный какой-то такой? Это с одной руки работать. Ага. Ну, можно, как бы, длина не позволяет взять вторым хвастом, но есть понятие наложения. Вот, ладонь на ладонь тоже, но с одной руки он более динамичный. Значит. Ну, и есть такая тема, у меня, значит, копья, это легкая кабанья-копьем, тяжелая кабанья-копьем, рогатина. Но если использовать как рогатину, то древка, вот она привязана к стоечке, нужно так усмотреть. Сейчас. Древка в рабочей рогатине. Ага. Древка в рабочей рогатине. Так, вот должно быть минимум на 80 сантиметров в длине. Как говорят, медведи не колют рогатина, медведя берут на рогатину. Бьют снизу, бьют снизу. Я медведя даже с ружья не снял и ни разу не разделывал. Официально охотничь с 84-го года, но не довелось. Но врать не люблю. Есть купон, крестовина. Это, чтобы медведь не оделся насквозь. Медведя берут на рогатину, и конец древка втыкают в землю, чтобы берут на рогатину. Не колют на берушину, медведь сам идет. Беру. Так он не оденется, а так, чтобы древко. Ему надо сантиметр на 80. Ну а теперь при этом варианте привезу до 2 в следующий раз. В реальную величину, что надо. Потому что у меня полтана на 2, и у меня вот есть литер 98. У меня просто не уписывалось. В таком подаче, второй раз я это использую, можно длинное смонтировать. А так просто размеры высочного места мне не позволяют. Но так можно. Потолок высокий здесь. Ну вот они, взять вариант. Упор, упор. Точерный, не надо никакие штуки. И еще какой нюанс. Древко точерное, склеено трехслойное. Это ясень, термодуб ясень. Ну как, клееная клюшка, клееные лыжи. Во-первых, прочнее, ну и вроде симпатичнее. А на чем, на какой основе клей, клей, клей какой был? Я даже не знаю, я заказывал заготовку, заказывал заготовку, ребята клеили. Союз мебель, Союз мебель клеила, Николя Перемозчиков, на эти самые. Ну, там у ребят склейка обнаружена. Союз мебель, они во всех московских выступах участвуют, в балансе, да, скучные ребята. У них я заказываю, а точил, Игорь, мне на металлообрабатывающем токарном станке. Потому что длина большая, ну, металлообрабатывающем переворотом за два раза. Ну, вот, такие у меня. Отлично. Здесь в атакуре нет, все функционально рабочее. Вот эти кокли, ну, это не есть. Здесь легкая капля, акцент на метание. Ну, как? Можно колоть, можно колоть чехлы все надежные. Чехлы все надежные. Значит, и можно колоть, ну, это резерв есть. Как моё, в безопасности. Весенчик. Ну, легкаклю, копье, акцент на метание. На метание. Кто-то говорит, надо там копание, копье, 30-40 см, детский сад. Я резал поросят, один на ногах, по 15-17 кг. И на нажатные забоя у нас 140 пленка, 147 мм. Перерезаешь сонную горло за катаконой. Достаточно, чтобы такой машины. А здесь 200. 200. И шевелью, это всё, здесь крестовины нет, упора нет. Надо, раз, надрезал, оно пойдёт себе хоть насквозь пробьёшь. Это вот такое копьёк. Ну, тоже, переслойка, здесь дуб и это самое, лиственница. Это дуб и под бокам лиственница. Почему сел 3-4, ну, тяжёлых пород и дерево, что здесь объём небольшой массы. Нужно, всё-таки, не дать, чтобы масса была. Ну, вот здесь все крепления, все крепления, здесь сварка сквозная, надёжная. Здесь есть вот такой обруч с отверстием. В клинке, в клинке, это в посадочном есть, в прорези. Если это дерево покрыто, не разбухнет. Извините. Перезвоню. Значит. Вот, одели, 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 значит. Это может раздвинуться, не жёстко. Если бы он был как замкнутый, замкнутый, не было. Одели, одели обруч и тогда поставили фиксатор. Это может быть просто саморез, может саморез с кольцовостью, допустим, носить на ремне, как бы. Ну, тут варианты, как бы, разные. Это за глаза достаточно, для кабана. 200 миллиметров, вот, вот, до сюда. Тихо, я, тут, всё, всё это надёжно. Ставка. В общем, лучше по всем вопросам обращаться, я думаю, на весь диапазон всех потребностей, я думаю, вы сможете закрыть, да? Вот, как там, и на кабана, и на медведя, и на бобра. Кто-то говорит, кто-то говорит, та самая. Так кто сейчас на медведя срогать какой-то, уважаемый? Сейчас все лакомые куски, это частные охоты броди, в которых держат и подсадного кабана, и подсадного медведя. И берлоги искусственно организованные, значит. Цена вопроса. Любая охота. Ну, это уже сами спецы будут к вам обращаться, да. Да, это организация охоты, это не по моей части. Да. Моей части инструменты, надёжный. В том, всё проверено. Теперь будем знать, да, где хороший инструмент для охоты. Владимир, а вот по ценам ещё, вы можете это, по топорам, чтобы сразу наросли? Цены, цены, значит, по топорам. Да, порядок, значит. Значит, всё подросло, но у меня не в таких пропорциях, как в магазинах. Бёлтопор от 60, теклера от топора от 115, 7, 140-й, обитательный 8. Это значит, эти по 12, 180, 180, эти 15, эти 20, эти 25. Значит, копья 15, 25, рогатина 30. Всё это авторское. Тогда мы сразу к вам отправляем, да, а вы уже сами там уже проконсультируйте на месте, что называется, и подскажите. Ну, вчера пришла хорошая весть. В марте месяц ещё отправил Петропавловск в Камчатку. Ах, не спорит, ничего. Значит, во-первых, как-то байтал Сирос в этот раз подвозь. Долго шла по светам. Потом человек был на даче, не могли его найти. Вернулся на праздник, не мог получить. А потом человек пропал со связи. Звоню, занято, занято, занято. Вчера ехал на выставку, раз, каписфорит, то есть звонит. Значит, получил. Ну, жена, говорит, сказала, что таким счастливым, я, как и видел, столик, он заказал такой нож приводной кухонной охотничьей бурой средней ширины, 140-й топор и шпуродёр, шпурорез. Сразу сказал, что я не охотник, я рыбак. Вот. Ну, так собираюсь на пути. Но всё, что получил, человек доволен. Теперь я замкну. У меня теперь, ну, по России, от Калининграда, Калининграда, Магадан, Сахалин были, а Петропавловск-Камчатский не было. Лет шесть назад человек собирался ехать на покатушке с Магаданом по ровным контактам, я не знаю, не бывал, слава богу. Ну, хотя-то знаю. Значит, не бывал. У человека инсульт. Её в шестнадцатом году, я всемах. Значит, пробег соскочил. Ну, и вот Петропавловск-Камчатский отдыхал. Ну, теперь Петропавловск-Камчатский ест. Ну, надеемся, что это, как бы, география ещё будет расширяться. От Калининграда до Магадана, Сахалин, до Петропавловск-Камчатского. До Аляски осталось, почему? Аляски ещё наша территория. Аляск. Я на Аляску, когда она наша, бесплатно отправлю. Не ограничено в количестве. Лишь бы она нашей стала. Всё. Хотелось бы. Но вы меня за язык не дёргали. Аляска возвращается и... С вашим гарпуном. Да, достойный подарок. Из Москвы, да, на Аляску. Да. Так, Сергей. Это самое. Значит, в тот раз, когда я был, не вспомнил одно стихотворение. Ну, наконец-то. В тот раз не свеженький, два-три можно? Нужно. Значит. Я же молчу, думаю, может, это... В тот раз я не вспомнил такое стихотворение. Чтобы по праву человека называться, хорошим нужно быть, а не казаться. Здесь неделькой, а ещё перед Москвой, перед Питерской выставкой съездили на сокровище Петербурга. Хорошая, шикарная культурная программа, но отторговали в ноль. Стихи не читали там, на культурной программе? Ну, да, вообще чисто программе нет. На открытии фестиваля? Да, но стихи накануне появились такие. Наши проблемы, нам их решать. Порой счастливым проще предводиться. Ведь никому знать не дано. Что у тебя в душе творится? Второе, по-корочему, моим друзьям нравится больше. Уныние грех. Чтобы достичь успеха, шутите, если даже не досмех. И, значит, вчера, вчера услышал про ножи самую-самую шикарную сказку. Слава Александрова, сказал Ворсена. Значит, пришёл человек, не знаю, что там, какие детали. Сказал, что вы ерунду продаёте? У меня у деда в войну был нож. Он рельсы пополам резал, поезда под отпуском сказал. Вот такого предела фантазии. Ну, я бы не дошёл. Ну, это кладенец, скорее всего, уже было. Ну, не знаю, но текст прозвучал. Значит, о Лаверде. Это самое, стишок такой. Я понимаю, дети в сказки верят. Но взрослым-то понять пора. Напрасно ждёте чудовый отца. Мы не волшебники, мы мастера. Есть предел возможностям инструмента. Вот я говорю, инструмент. Когда люди подходят на выстрелы, я спрашиваю. Если не подлечить подошли, а купить что-то, скажите, что собираетесь делать, покажите руку. Я скажу, что он подойдёт. И как сейчас, на времена такие, принято говорить, за базар отлечить. Ну, я знаю, что я делаю. И людей внимательно смотрю и слушаю. Вот. Ну, и говоришь, этим можно делать то-то, 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 то-то. Если им работать, делать то, что можно, он работает как бы долго и упорно. Сталь липкая, точится, держит заточку нормально и очень легко точится. Я показывал, как значим. Но если над ним издеваться, какие претерсии ко мне? Ну, взять бентли или какую-то машину. Ну, вы же не поедете на охоту на негде, по епеням, как говорят, на родину. Возьмёте УАЗик, а нашему, кому что по деньгам. Кто так высока редактирует, поедет. Ну, это всё детали. Так и инструмент. Ну, человеческий ум, уже пытуев. Вы же, как художник и творец, должны понимать. В том числе, как автор. Как автор, должны понимать, что... Что касается нож и рельс, извините, не так велика у меня фантазия.